Это скопление Терзан-5. Здесь есть много старых звезд малой массы, например тусклые красные. Но есть и более горячие молодые звезды большой массы. И некоторые из них смогут создавать железо и даже более тяжелые элементы. Но прежде чем мы с этим разберемся, для начала давайте взглянем на периодическую таблицу Менделеева, где более 90 элементов вы сможете встретить естественным образом в природе. Но из всех этих элементов наиболее стабильным является железо. Дело в том, что синтезируя из более легких элементов более тяжелые и постепенно приближаясь к железу, вы получаете энергию. То же самое произойдет, если вы будете расщеплять более тяжелые элементы. Железо представляет собой наиболее стабильную конфигурацию из протонов и нейтронов среди всех пока открытых атомных ядер. И хотя это всего 26 элемент, он представляет итоговый этап большей части реакции синтеза даже в самых крупных звездах. Но так ли это на самом деле? Давайте попробуем сегодня в этом разобраться. Появляются ли в обычных звездах элементы тяжелее железа, несмотря на то, что такой процесс поглощает больше энергии, чем выдает. Более того, именно после сегодняшнего выпуска вы скорее всего уже будете знать, как появилось большинство элементов во Вселенной. И вряд ли будете равнодушно смотреть на эту таблицу. А за предоставленную таблицу мы благодарим канал Химия Просто в лице автора Александра Иванова. Как вы могли догадаться, ответ на этот вопрос довольно сложный. В обычных звездах появляются элементы тяжелее железа, но очень малая их доля появляется там в результате синтеза. Сейчас вряд ли кто-то удивится, но как вы знаете, все звезды начинают с синтеза гелия из водорода. От крохотных красных карликов очень малой массы до крупнейших самых массивных звезд во Вселенной. Для 75% всех этих звезд гелий это итог идущих в них реакций. Но более массивные звезды, и в том числе наше солнце, переходят в фазу красного гиганта, в которой из гелия они будут синтезировать уже углерод. Но очень малый процент звезд, менее 1% оказываются самыми массивными и способны запускать синтез на основе углерода. Только эти звезды дойдут до состояния сверхновой, синтезируя кислород из углерода, серый кремний из кислорода, а затем входя в конечную фазу сжигания кремния перед превращением в сверхновую. Примерно так выглядит анатомия очень массивной звезды в течение ее жизни. Конечная фаза синтеза сверхновой второго типа это сжигание углерода. В результате в ее ядре на короткое время появляется железо и железно подобные элементы, а затем происходит сам взрыв сверхновой. Это обычный жизненный цикл наиболее массивных звезд во Вселенной. Но горение кремния не похоже на сталкивание двух ядер кремния вместе и появление чего-то более тяжелого. Вместо этого происходит просто цепная реакция с добавлением к ядру кремния ядра гелия при температурах превышающих 3 миллиарда по Кельвину, то есть более чем в 200 раз превышающих температуру в ядре Солнца. А сама цепная реакция происходит следующим очень сложным образом. Кремний-28 и гелий-4 дают серу-32. Сера-32 и гелий-4 дают аргон-36. Аргон-36 и гелий-4 дают кальций-40. Кальций-40 и гелий-4 дают титан-44. Титан-44 и гелий-4 дают уже хром-48. Хром-48 и гелий-4 дают железо-52. Железо-52 и гелий-4 дают никель-56. А никель-56 и гелий-4 дают цинк-60. Обратите внимание, что железо-56 тут вообще не появляется. И на это есть две причины. Одна из таких причин нам ясна из периодической таблицы. В указанной ее части в ядрах элементов слишком мало нейтронов для имеющегося у них количество протонов. К примеру, железо-52 нестабильно. Оно испускает позитрон и распадается до марганца-52, двигаясь все дальше и дальше вниз по таблице. Затем марганец испускает еще один позитрон и распадается до стабильного хрома-52. Никель-56 тоже нестабилен. И распадается до кобальта-56, который распадается до железа-56. Так вот, именно так мы и приходим к наиболее стабильному элементу периодической таблицы. А цинк-60 распадается сначала до меди-60, который распадается до никеля-60. Все эти конечные продукты стабильны. Поэтому эти звезды даже до момента, как случится сверхновая, могут производить кобальт, никель, медь и цинк. И все это тяжелее железа. Дело в том, что железо-56 может быть самым плотно упакованным ядром, самым большим количеством связывающей энергии на нуклон. Однако чуть более или менее тяжелые элементы почти настолько же стабильны и сильно связаны. И различия между ними в этом смысле весьма малы. Но если это не предпочтительно энергетически, то как же это возможно? Давайте обратим внимание на этот график, на котором показана связывающая энергия в пересчете на нуклон для каждого из атомных ядер. Заметьте, насколько плоский график становится в районе железа-56. У многих элементов с обеих сторон энергия связи получается почти такой же. А теперь посмотрите налево и найдите там гелий-4. И обратите внимание на то, что вы сейчас видите. Гелий-4 не так сильно связан, как любое ядро в районе железа-56. Поэтому, несмотря, к примеру, на то, что у цинка-60 энергия связи на нуклон будет меньше, чем у никеля-56, у него все равно больше энергии связи на нуклон, чем у никеля-56 совместно с гелием-4. И в сумме реакция получается с положительным выходом. В результате в последние моменты жизни звезды перед сверхновой в ней содержится смесь всех этих элементов вплоть до цинка на четыре позиции более тяжелого, чем железо. Например, слева иллюстрация внутренностей массивной звезды на последних стадиях ее жизни перед сверхновой во время сжигания кремния. Справа изображение телескопа Чандра, где видно остатки сверхновой Кассиопия-А. И там присутствуют такие элементы, как железо синим цветом, серо-зеленым и магний-красным. Однако вы можете спросить о более тяжелых элементах. Например, возможно ли добавить еще одно ядро геля-4 к цинку-60 и получить германии-64? В каких-то остаточных количествах это вероятно, но не в больших объемах. Все дело в том, что разница в энергиях получается почти нулевой. А что более важно, у вас уже заканчивается время, потому что для экстремально массивной звезды длительность ее различных жизненных этапов получается примерно следующий. Синтез из водорода – миллионы лет. Синтез из гелия – сотни тысяч лет. Синтез из углерода – от сотен до тысячи лет. Синтез из кислорода – от месяцев до одного года. Синтез из кремния – от нескольких часов до одного-двух дней. Иначе говоря, последняя стадия, в которой появляются железо и железоподобные элементы, не продолжается слишком долго для того, чтобы процесс пошел куда-то дальше. Но если вы хотите рассмотреть процессы, происходящие внутри массивной звезды, в которой уже появились железо и железоподобные элементы, то у вас получится пройти всю дорогу, вплоть до свинца и висмута. Видите ли, после того, как во вселенной взорвались сверхновые, у нас появляется достаточно много железа кобальта-никеля. И эти тяжелые элементы оказываются внутри новых поколений формирующихся звезд. В звездах массой от 60% до 1000% солнечной, при этом обычно недостаточно массивных для того, чтобы стать сверхновыми, может происходить синтез из углерода-13 и гелия-4. И в результате появляется кислород-16 и свободный нейтрон. А звезды, которые дойдут до стадии сверхновой, будут синтезировать из неона-22 и гелия-4, магний-25. Причем еще и свободный нейтрон. И в обоих этих процессах могут появляться все более и более тяжелые элементы, вплоть до свинца и висмута. Это график последнего этапа S-процесса, то есть медленного захвата нейтронов. Красные горизонтальные линии с кружочком справа – это захват нейтронов. Синие стрелки, направленные влево и вверх – бета-распад. А зеленые стрелки, направленные влево и вниз – это альфа-распад. А светло-зеленые стрелки, направленные вправо и вниз – это захват электронов. Возможно, будет звучать иронично, что именно звезды большой массы производят большое количество легких элементов, вплоть до рубидия и стронция. А звезды малой массы, не превращающиеся в сверхновые, проведут вас до конца этого пути, причем до свинца и висмута. Технически это будет не реакция ядерного синтеза, это будет захват нейтронов. Но именно так и появляются все более и более тяжелые элементы. Метафорически говоря, главная причина того, почему звезды малой массы могут достичь таких больших высот – это время. Поэтому давайте напоследок разберем периодическую таблицу с указанием происхождения элементов в Солнечной системе. Синтез во время большого взрыва – это синий цвет. Умирающие звезды малой массы – это зеленый, взрыв массивных звезд – это желтый, а расщепление благодаря космическим лучам – это розовый, а фиолетовый – это слияние нейтронных звезд. Звезды малой массы остаются в этом состоянии получения нейтронов десятки и даже сотни тысяч лет, а звезды, которым суждено стать сверхновыми, производят нейтроны всего сотни лет. Энергетические вопросы играют очень важную роль в синтезе. Даже при температурах в миллиарды градусов реакции проходят в энергетически предпочтительном направлении, но драгоценное время служит наиболее жестким ограничением для построения все более тяжелых элементов. Невероятно, но с правильным сочетанием захвата нейтронов ядерного синтеза почти половину всех элементов после железа можно получить в звездах, без всяких сверхновых или объединения нейтронных звезд. Поэтому примерно таким образом устроена химия наших звезд. И если тебе понравился этот ролик, обязательно подписывайся на канал. Спасибо за просмотр. Пока!